А она тебе звонила? Угу. Ну, где договаривались, что она... Ну я ей сказал, что нужно сделать. Ну я позвоню позвоню, может быть, не вам возможности. Какое-то колесико. Аккуратней. Сруйте, да? Я даже думал, чего она такая маленькая, была же побольше девчонка, они похуже вообще. Как близняшки, очень сильно похуже. Да? Стой, девчонка. Как одну лицу. Что она такая маленькая? Она когда запищала, я думаю, подождите, та же нормально стояла. А это что пищит-то сейчас? Я не знаю, потому что ты в обняшку, честно. Я смотрю. Дворозный. Это можно, что я пошла под дверью. Пусть прости. Да? Обрелись. Это Игнатий. Я не молчал. Я просто сказал, посмотри. Не всегда. Не всегда. Если Володя подбросит, то дышим. Если не подбросит, то дышим правильно. Ни сколько лет. Хотя сейчас температура тоже повышается. Да. А я чувствую, она даже говорить не может было. Телевизор подключают, смотреть. Дети мне за час воет. Вовочка, дай мне протест. Мне смешно. Я не могу спеть. Она поет. Аааа. Пол седьмого, уже четверг. Наоборот получай. Что только мы забили. Аааа. У тебя какая? Я еще подумал. Зимняя? Нормальная? Ноги не мерзнут. А что, еще не зима? Это батарейка. Некому достать? Ну я сейчас с тобой поеду, после сужбы достану тебе. Ладно? Достанешь? Да. Смотри, в следующий раз ты пришла в денег. Да, да. Ты слышишь меня? Сильный, теплый. Смотри-ка, она сильная. Застарилась. Я приходил сейчас. С твоим ли здоровьем так говорить? Заходите, пожалуйста. А теперь мне его лучше. Жадкие. Сережа, они. У нас еще сейчас... Яня, ну уйди оттуда тогда. Вот взять где-нибудь здесь. Уйди, уйди оттуда. Ну двигайся туда уже. Смотри, проходи туда, дальше, дальше. Двигайте, сестры, двигайте. Дальше туда. Ну и что ты там встала? Ты чего уже такая маленькая, такая же как разума, как все женщины? Заходи сюда. Заходи все. Градцы, сестры. Вот тут и... Шарю небесный, утешителю души истерой, И жизнь везде сын Ися исполняет. Сокровищем благих, И жизнь везде подателю. Принеселись обны, И очистены от всяких скверны, И спасти блаже души наша. Милостивый Господь, просим Тебя благословить наше собрание. Прибудь с нами и в этот воскресный день. Умудри нас, сохрани нас в любви и согласии единомыслия по Слову Твоему. Тебе же славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Ну давай, скажи, цифру берут, нет? Цифры. Что, садись и двигайся. Двигайся еще. Сяду, двигайся. Вот, глядя, такая маленькая, смотрите, такая маленькая и действует как вы. Вот пример. Не продвигаетесь сюда и вот она уже вот такая вот, она уже упертая. Двигайся, что там двигайся. Шесть раз уже сказал. Не дети вы мои. Один раз бы приложился и все. Выбил бы всю дурь эту. Но читать не вредно. Да вот в том-то и дело. Все уговариваем, уговариваем. Правильно. Подколола, что ли? Да посмотрим, подколола, не подколола еще. Что дальше будет? Читаем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Сережа, разреши спросить. Считать стоит. Сколько стоит? Тогда громче читайте. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его и тотчас течение крови в ней остановилось. Толкование. По настоянию нужды он преподает к ногам Иисусовым. Хотя бы он и без настоятельной нужды должен был пасть перед Иисусом и исповедовать его сущим Богом, однако же бывает, что и скорбь побуждает людей к избранию лучшего. Почему и Давид сказал, не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. Псалом 31.9 Как если кто-нибудь обратит глаз к сияющему свету или поднесет хворост к огню, а они, свет и огонь, тотчас оказывают свое действие, так и жена, принявшая веру могущему исцелить, тотчас получила исцеление. Ибо она ни о чем не думала, ни о долговременности болезни, ни об отчаянии врачей, ни о другом чем, но только веровала и спаслась. И как кажется, она прикоснулась к Иисусу прежде мыслью, а потом телом. Евангелие от Луки, 8 глава, с 45 по 48 стих. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему. И как тотчас исцелилась, он сказал ей, дерзает щель, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Толкование. Господь, желая показать всем веру жены, чтобы подражали ей и подать Иаиру добрую надежду о его дочери, обнаруживает то, что было сделано тайно. Именно, он спрашивает о том, кто прикоснулся к нему. Но Петр, как смелый упрыкая его за такой вопрос, говорит, столько народа стесняет тебя, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Нет, а сам не понимал, о чем спрашивал Господь. Ибо Иисус спрашивал, кто прикоснулся ко мне с верой. Не просто, а не просто так. Ибо, как всякий, имеет уши, чтобы слышать, и однако ж, иной, имея уши, не слышит, так и в всем случае, иной прикасается с верой. А иной, хотя и приближается, но сердце его отстоит далеко. И так Господь, хотя и знал жену, спрашивает, однако ж, для того, чтобы, как я сказал, и веру ее прославить, и начальника синагоги более обнадежить, спрашивая, и таким образом жену выводит на середину. Я чувствовал силу, исшедшую из меня. Иисус, будучи источником всякого блага и всякой силы, имеет и силы от Него исходящие. Христос вдвойне врачует жену, во-первых, исцелил болезнь ее, а потом и страх души усмирил, сказав, дерзай, тщерь. 49 по 56 стихи. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веруй и спасена будет. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца, девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, девица, встань. И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Толкование. Он скрывал большую часть своих дел, быть может, по причине зависти иудеев, чтобы возжигаемые завистью они не были повинны осуждению. Подобным образом должны поступать и мы. Если кто завидует нам, мы не должны обнаруживать пред ними наше совершенство, чтобы, поражая его, он ими не возбудить в нем большие зависти и не ввести в грех. Но должны, сколь можно, стараться скрывать их от него. Когда Господь сказал, что девица не умерла, но спит, и смерть назвал сном, поскольку имел воскресить умершую, как бы от сна возбудить, то, слышавшие сие, засмеялись над ним, что допустил он за тем, чтобы чудо было больше чудом, чтобы впоследствии не могли сказать, что девица не умерла, но спала. Для сего он, Господь, устроил так, что прежде осмеяли его за слова «не умерла, но спит», чтобы заградить уста желающих клеветать. «Ибо смерть девицы так была явно, что засмеялись над ним, когда он сказал, что она не умерла. Господь всех выслал вон, быть может, с тем, чтобы нас научить не любить славы и ничего не делать на показ, а может быть и с тем, чтобы внушить, что имеющий совершить чудо не должен быть среди многих, но должен находиться в уединении и быть свободным от всяких беспокойств со стороны других». «И возвратился дух от раковицы, ибо Господь не новую внес душу, но повелел возвратиться той самой, которая отлетела от тела. Приказал подать ей поесть для большего уверования и доказательства того, что она действительно воскресла Господу нашему слава во веки веков». «Аминь». «Братья и сестры, радостно видеть вас сегодня немало в темняшках, но много и не в темняшках, но за Христом». «В духовных темняшках. Да, вот и в темняшках заберет. Красивых». «А болящих? Кто у нас вместо Татьяны Кузьминичной?» «Кто знает всех болящих в лицо?» «Татьяна Ценгаял позвонила, сказала, что упала и себе ногу разбила там что-то». «Раиса Николаевна вчера приехала, у нее спина заболела». «Она была вчера?» «Она приехала с церкви. Я все время говорю, Раиса Николаевна, у тебя последние силы остаются. Приезжай в воскресенье». «Да нет, что я там лежу, я выдержу, все нормально». Я говорю, «Да ты никогда не выдерживаешь». «Как? Ты что на меня?» «Ну понятно, все, не успел приехать, звонит уже. Ой, милок, все, спина, не могу, не заезжай». «Я-то ничего не стал уже говорить». «Я с ней биться уже мне надоело». «Но Любовь Петровна что слышно?» «Накакал». «Любовь Петровна, как он? Да, расскажи тут». «Я с ней разговаривала, голос бодрое настроение. Ну а немощь, она есть, ноги, они есть ноги». «Старческая немощь». «Старческая немощь». «Молитесь о ней». «Я думаю, что температура-то повысилась?» «Вот в чем дело, Господь им делает». «Да не будет холода, 8 градусов». «Она тоже молодец. Она выходит на улицу, даже вот хотя бы часы похолодания и все». «Как Анна Кузьминична? Кто знает про Анну Кузьминичну?» «К ней мы не ходили. Звонить мы тоже пока не звонили. Но мы были у нее». «Она ходячая?» «Да, она дать ее к ней уходит». «Про Валентину Анну есть какая-то весть после того, как ее выписали из больницы?» «Нет, я звонила несколько раз Татьяне, снохе ее. Она трубку не берет. А больше связи никакой нет». «Барышникова не заменуло снегом?» «Да, может быть, она в прошлой воскресенье была». «Была она в прошлой воскресенье?» «Любовь Николаевна». «Да, Любовь Николаевна что-то надо узнать. В прошлой раз она, по-моему, была?» «Она быстро ухаживает». «Любовь Николаевна мне звонила, и она говорила, что она ухаживает за больной. Она уже лежача, она от нее не может отойти». «Берет на себя труд какой? Тяжелый труд». «За ней ухаживает за самой?» «Да, про Валеру расскажи, пожалуйста». «Я немного вам расскажу про Валеру. Новости такие, что, кто знает, я в группе писала о нашей молитвенной поддержке. Ему планировалась операция. Если вы помните, что ему вырезали онкологию на мочевом пузыре, но потом все это выросло снова. Выросло и достаточно часто кровоточат, достаточно сильно. Ему делали промывание многочисленное, уже это очень болезненная процедура. И в конце концов они приняли решение снова онкологию вырезать. Это она кровоточит, которая наросла, вырезать. Но на момент, когда была назначена операция, кровотечение не было остановлено. Врачи даже не взялись за это. Отправили домой, Наташа написала, лечимся чем можем. Возможно, если кровотечение прекратятся, они снова примут решение вернуться к тому вопросу, чтобы удалить онкологию. Но тут как Богу будет угодно. Помоги, Господи. Наташа всегда вас благодарит за молитву. Помоги, Господи. За силу и терпения, конечно. Потому что все это переживание. Не только переживание, а самой здоровью это не очень. Про газ, Галя. На каком этапе? А, Галя, спрашивай про газ. Нет еще, Галя. Летела. Таня зовет. Таня зовет вас. Можно? Да, да. Садись. Ну, я бы не говорил, я знаю, что иногда долго говорю. Ну, послушать я не могу. Дело все в том, что положение обязывает мне сказать это. В последнее время все больше я наблюдаю за верующими везде. Особенно на занятиях у нас. Потому что там же как бы новоначальные еще люди. Которые только начинают понимать, что такое вера и так далее. Ну, тут сталкиваюсь с тем, что и у нас тоже, в наших рядах, тоже не все в этом плане благополучно. А все от того, что, ну, или образование, или воспитание, или не знаю чего там такое, или сердце не располагает людей зреть открытым окон далеко и глубоко. Дошли такие, ну, до меня уже такие слова доходят, прям мне говорят о том, что коммунизма нету. Ну, его просто нету. В нашей стране нету коммунизма. Однако, смотрят Грудининых, я не знаю, Зюгановых, наверное, тоже слушают или еще что-нибудь. А это и есть коммунизм. Ну, немножко видоизменился, чуть-чуть. Они и должны мимикрировать. Я думаю, с какой стороны подойти, чтобы сказать. Начал с пролетариев всех стран, соединяйтесь, не помогает. То есть, люди не понимают этого. Ну, вообще образования никакого. Ну, я вижу так это ко всем. Ну, с другой стороны зайду теперь. Знаменитый лозунг, который все слышали. Свобода, равенство и братство. Все понимают, о чем я говорю? Слышали все? Итак, ключевое слово здесь какое в этом лозунге? Которое действует на... Ну, должно быть или связующее звено, вот этот девиз, или разрушающее. Равенство. Да не может быть равенство и братство. Равенство. Здесь равенство. Откуда мы знаем этот лозунг? Этот лозунг пошел, родился в 18 веке, когда появился атеизм. Во Франции все это возникало. Англия, Франция там вместе. Они там дали жару, как говорится, Господу Богу. Попытались сатане угодить. Ну, угодили сильно в том, что очень много крови пролилось людской. Особенно верующих людей. И дошло это до нашей страны. И вот эта свобода, равенство и братство, этот лозунг впустили в эти массы революционные. Никто иные, как масоны. Масоны это, если их перевести так на наш понятный язык, это великие угодники Божьи. Там переводят строители. Нет, это ерунда. Строители какие-то. Великие угодники Божьи. Вот как они переводятся. То есть они угождают Богу. Они служат Богу, считают они. А для того, чтобы всех нас привести в ад, потому что только одни евреи могут спастись, потому это и есть масоны. Угодники Божьи, это только еврейский народ. Поэтому им надо было гоев, то есть нас, это людей, вернее зверей с человеческими лицами, чтобы им было удобнее с нами общаться, не так брезгливо. Они так придумали этот термин. Они решили уничтожить. Чем? Благими намерениями устилин путь в ад. Кто слышал такую поговорку? Вот, благое намерение, свобода, равенство и братство. Ключевое слово здесь равенство. Правильно тут сказали. Почему? Потому что нельзя быть равными. Господь нас сотворил уже неравными. Во-первых, по отношению к себе. Над нами Господь, написано над Адамом. Над мужем Бог. Над Евой, то есть над женой муж. Ну, как бы вы там не трепыхались о женщины. Вечно не слушайте, когда вам говорят. Над вами муж. Глава. Ну, то есть понимаете, еще Бог над вами муж. То есть давит уже это все. Тем более в обществе социальном, где мужчины и женщины. И дальше вот, если даже создать такую страну. Которую попытались в нашей стране создать. Не только в нашей. Кто будет назначать равенство? Кто-то же будет назначать равных-то? Их же, как что, сами мы решим все равными быть? Невозможно. Мужчины и женщины все-все равны. Больше сатанинской хитрости, как запустить. Это называется, вы понимаете, тайна беззакония. Вы не понимаете, вы до конца-то поймите это, тайна беззакония. И ее запустили именно с коммунистическими идеями. Что такое коммуна? Коммуна это равенство. А это не равенство никакое. Коммуна, если переводить на наш, ну на тот язык древний. И который, это литургия переводится. А мы литургия спокойно говорим. Что такое общее дело? Общее дело и равенство. Это две совершенно разные, два совершенно разных понятия. И то, что сделали коммунисты, это все сатанинское. Колхозы, великие стройки, детские сады. Эти хрущевки, это все сатанизм. Все по-другому должно было развиваться. Как? При царе-батюшке более-менее там показано было. Фермерское хозяйство, крестьянство, люди работают, трудятся. В каждой деревне храм. Бабушка, она рассказывала, в Тогуле был. Я шел в поиски, она посмотрела на меня, говорит, ох ты, как наши хлопцы. Я подошел к ней, а что за ваши хлопцы? Она старая уже. Она начала рассказывать, как они ходили, пять деревень у них было, построили один большой храм. Где-то там в Тогульском районе. Ну его, говорит, разрушили сразу, в 30-х годах еще взорвали. И они прямо из всех деревень идут. И я, говорит, смотрю, и женщины как лебедушки все в белых платках, говорит, идут. А парни, говорит, такие кушаки у них, говорит, и сапоги одевают. Пройдут они босиком там где-то в лужах помоют, сапоги оденут уже. И в новых сапогах за плечами, говорит, вот так рассказывала все. Ну приблизительно, вот что должно было быть у нас, когда была вера. Не может априори, априори, то есть никогда, это уже доказанная теорема. Не может быть государство православным, не может. Какое теократическое государство было правильно создано? Только одно, которое Господь попытался, когда судьи правили. Судьи, почему поставленные от Бога люди, пророки практически, они правили. И то там были такие, что даже удивляешься, как Самсон там, к примеру. И так далее. И поэтому говорить о том, что сегодняшняя власть хуже, чем сатанинская власть коммунистов, я считаю, это не просто неверие в Бога. Это не рождение свыше. Это даже еще младенчество духовного не достигли люди. Вы сами не понимаете, о чем вы говорите, когда начинаете утверждать еще, как говорил профессор Преображенский, и вы, находясь на самой низкой, ну, уровне социального развития, профессорские, только вселенского масштаба решаете вопросы. За стол, контурные карты разрисовывать, как дети в четвертом классе. А сейчас идут гонения. Вы гонения не знаете. Одна Колыма только унесла десятки миллионов жизней. А судеб сколько, вы не представляете. Замороженные люди в минус 60 градусов для того, чтобы жили эти адлоеды, которые нас равными делали в Кремле. Золото добывали. 3,5 тысячи тонн золота. Куда это ушло? В войну. В эти великие подвиги строят. И что? Сейчас работы нету. Где эти заводы рабочие, которые коммунисты построили? Немножко так головой-то думайте. Эти заводы гиганты никому не нужны были. Они нужны были для того, чтобы покорить весь мир этому коммунизму. Нету коммунизма? Посмотрите на Красный Китай. Коммунизм мимикрировал. Они тоже готовят то же самое, что когда-то готовил Сталин. Посмотрите на их вооруженные силы. У них во всех странах столько не найдется воинов, сколько у них. Как у них идут стройные женщины на параде. Посмотрите. Десятки тысяч женщин идут лучше, чем у нас мужики-десантники. Это коммунизм только чуть-чуть о Китае показал, а другие страны. Не забудьте, что Калашников на государственных флагах в 28 странах находится. Из них почти все в Африке. Как только есть Калашников, значит там коммунизм. Потому что Калашников это символ коммунизма. Американцы его считают символом коммунизма и террора. Вот до чего мы довели все. И еще впереди все нас ждет. Все это равенство нам отрыгнется. Очень могучей отрыжкой. И больше всего потерь понес русский народ и еще раз понесет. Потому что тупой я смотрю. Так и не понял ничего. Ни священники, ни миряне. Опять упадем в кровавое это месиво. И дерьмо будет, да помет человеческий, да седла верблюдов. От страха и от того, что наложили в штаны в 41 году. За 4 месяца 4 миллиона сдавшихся в плен. Ну не все сами сдались конечно там и. Но все это говорит о том, что коммунизм доведет только до одного. До кровавой бойни и все. Больше ни до чего. Никогда демократы не будут в тайной беззаконии. Потому что демократия это с самого начала развития человечества идет. Демократы это спокойное общество как развивается так развивается. Кто-то ума дал богатый, ну своровал там он понятно. Богаче стал. Кто-то бедный там нищий и так далее. Это всегда было и будет. Мы вот смотрим книгу апокалипсис. Когда будет взорвана вот эта великая столица в великой блуднице. На звере багряном на которой написано тайна беззакония. И там написано. И малым и рабам и так далее. То есть и рабам. Кто такие рабы? Это слуги. Те люди которые служат другим людям. Там уже об этом. То есть в те времена которые сейчас будут. Когда будет еще это. Взорвут эту столицу. Вы знаете эту столицу. Где пролита кровь святых. Больше чем пролита в России. Никогда крови святых не будет пролита. Потому что святых уже столько не взять. А кто такие святые? Это люди которые искренне веруют во Христа. По православному. Потому что другие все еретики. От избытка сердца говорят уста. Вот я вам сказал. Если мои простые слова для вас необыкновенно сложные. Ну задавайте вопросы. Можно поговорить еще. Если вы к этому равнодушны. То значит вы не сможете воспитать ни детей ваших. Ни себя. В истинном понимании того что будет дальше с нами. А я не хотел бы чтобы наши дети были такими же недалекими. Как сегодняшние некоторые наши братья и сестры. Которые такие. Этые. Перлы выдают. В кавычках. Умственность. Умственность. До такой степени дошло. И говорят. Пройдет немного времени. Демократы тоже будут тайны беззакония. Вы слышали этот. Как Игнатий Тихонович рассказывал об этой игре детской. Что нужно угадать зверя. Помните. Говорят там. А какой там. Да нет отвечать. Какой там хвост длинный. Ну во первых там. Млекопитающий или нет там все. Да нет да. Ну и вот так вот. Раз раз выходит. По всем. Камонам. Хорошо что про зверя говорится. Этот зверь только один. Коммунизм. Другого зверя уже не будет. Просто невозможно. И некогда. Да. Потому что святых то нет. У которых кровь прольется. Где они святые то. Или кто верит в то. Что еще какое то такое государство будет. Как некогда была. Россия. Ну при императорах. Где столько людей веровало. Искренне. Православных. И гибло за это. Постоянно. От рук католиков. Язычников. Своих. Деспотов. Которых тоже хватало. И в то время. Господу нашему. Слава веки веков. Спасибо Христос. Я могу целые лекции читать. Читать часами. Но я вижу просто. Не вывезите коляску. Господи. Господи. Не радуйся. За то. Что будешь. Нас. Да. Еще. Извините. Я сразу скажу. Наша община. Построена. На принципах. Несвободы. Равенства. Конечно. И братства. Никакого равенства нету. Наша. Община. Построиться на принципах. Христианских законов. Спаси. Господи. И помилуй. Вот наши принципы. И дальше я хотел бы закончить словами. Которые я не понимаю. Почему никто не понимает. Ну потому что никто не читает. Вот эти книги. Которые лежат рядом. Значит так. О Боже. Проповедников пришли. Служение Богу. На родном. На русском. Крещение. Духом водное в крови. Тернистый путь. И вход уж очень узкий. Когда исполним веренное нам Богом. Не Русь святая. А герои веры. В народы понесут евангельский бальзам. От коммунистической заразы. Ехимеры. Это слова пророческие. Кому не понятно. Вы не знаете. Какого вот духа. Когда говорите эти слова. Что сейчас. Режим Путина. А тогда было коммунистическое рай. У меня братья. Небольшая просьба. Судник Лер очень быстро пел. Верую. Мы не успевали сзади. Прям как скороговорка. И так служба короткая. Верую во всех храмах. Там диакон стоит. На распев. Показывает. Давайте с благоговением. Более медленно. На распев пейте. Не таратуйте. Да. Аминь. Игнатий Тихонович. Вам слово. Пока не разошлись. Я объявление сначала дам. Еще раз. Руки поднимите. Кто имеет выход в интернет. Так. Посчитай. Сколько. Повыше. Повыше. Пожалуйста. Какой процент? Тринадцать, четыреста. Шестнадцать человек. Семнадцать. Семнадцать. Ну. А Надежда Васильевна здесь? Надежда Васильевна еще. Надежда Васильевна еще. Много не поднимает. Немного не поднимает. Ну. 20 человек. Ну. Хорошие. Хорошие. Сегодня. Если разговаривать, я вам отпущу время. Так. Сегодня. Второй раз. в прошлый раз, в воскресенье первое было, в 16, то есть в 4 часа дня, желательно войти и всем там, где у нас идут занятия. Сергей Павлович, побеспокойся, кто будет подходить, спрашивать. Точно так же все заходят, я им даю инструкцию, делюсь опытом, кратко. И все расходятся в чат-рулетки. Через час снова собираемся. И за неделю то, что ему скинут, это идея была Семенова Вячеслава Николаевича, нынче он крещение принимал, очень активный, умный и все время перспективный. Это редкое качество у него. Он буквально все у меня выбивает из рук сейчас. То я уже не делаю, он делает, то не делает. И он обрабатывает, и сегодня уже на ночь эти ролики выставили. Да, есть что посмотреть. Значит так, самые активные в интернете сегодня мусульмане. Но какой уровень? Вот, вы знаете, это фильм «12» Михалкова, и там один выступает и говорит, вот нас зовут Чурки. Какие Чурки? Я с отличным закончил медицинский университет. Ни средств не было, я закончил. Почему меня Чуркой называют? Понятно? Это не мои слова. Так это армянин говорил-то, а не мусульманин. У нас в армии были, были они такие, более ленивых, более тупых не было. И самое приятное в общении были, это прибалты. Внимательные, работники отличные, дружественные. Но, здесь в интернете почти нету. Рулетку вы знаете, кто изобрел? Мальчишка, я думал 15, не 17 лет только, он экзамены не взывал еще. Видимо 15 лет. Двоечник. Круглый двоечник. Вот Господь же избрал. И Андрей Терновский, как будто терния одной терния, все собралось туда. Собралось одно, самое блудливое, лживое, сквернословное, в одно место. Круглосуточное. Утром я только в ключе, там 130 тысяч. 130 тысяч, а только наше. А у него распространено, сейчас я не знаю, например, 62 страны. Сколько он людей туда собрал. И что, никак не надо не регистрироваться, ничего, бесплатно. Только приди сюда, а дальше половина мужиков голые, до пояса или столиком, до нитки. И все это показано. И правила запрещают, но никого за это не трогают. Знакомцы, женщины в таком же виде. Пьянь, наркотики, все это открыто. Почему государство смотрит на это? А потому что это им выгодно. Эти люди на площадь бастовать никогда не будут бороться за то, что переменилось что-то в государстве. А они погрязли там. Блудник никак не отстанет, написано, пока не прогорит огонь. И огонь прогорит, бывает, и в 70 лет еще горит. Я говорю, что приходится беседовать. А так, мелькают, мелькают кадры, и наконец кто-то остановится. В это время успеть сказать. Блуд нужен опыт. Вот представьте, мы проехали с книгами, которые лежат, полный комплект. Раздали бесплатно. Библиотеки 650. Не считая в окрестностях. 650 остановок. Вот вообразите, мы приезжаем, где город Находка. Я никогда там не был, хотя рядом служил в Владивостоке. Меня никто не знает, никто не видел. Тем более, книги это уже много. Я должен в течение 10 минут, самое больше 15, вызвать полное доверие к себе. Я как снег на голову развалился. Вызвать доверие к книгам. Чтобы они подписали, что их будут хранить, будут раздавать. И опыт у меня такой, я думаю, что почти ни у кого такого нет. Знакомство. Это в интернете везде говорят об этом. Не равняться ничего нельзя. Почему? Мой бог побудил и сдать, и побудил раздать. Вот сейчас самым большим спросом пользуется трехтомник. Трехтомник. Вот это комплект полный, с отправкой, я когда отправляю, допустим, в Америку. Они сначала переводят деньги, 1200 долларов. Понимаете? Это за 1200 долларов. Повторяюсь, ни один доллар в карман мне не попал. Сразу же, в этот же день они отдаются куда надо. Люди нуждающиеся, крайне. Это тоже не моя заслуга. Мне бы не издать. В общей сложности потенять деньгам. Это обошлось мне примерно в 55 миллионов. Понятно, что не мое. Тогда было тысяч пять, только у меня пенсия. Бог дал и Бог взял. Притом мне как бы все равно. Поэтому вот на это сейчас кончается трехтомник. Толкование полного Нового Завета с комментариями. Блаженого Феофилак. И 240 иллюстраций. Сшитые. На всетной бумаге. Намелованные фотографии. В каждом томе три тома. Видите, какие фотографии. Мне не издать уже. Мне сообщают. Пишут там какая-то организация по издательству. Дайте письменное разрешение переиздавать ваши книги. Только рад буду. Ну, я для себя выговариваю. Если будете переиздавать, ну, хотя бы 200 экземпляров мне дайте для раздачи друзьям. Я их продавать уже не буду. Это точно. Ни одного тома я не продам. Ни с одного места сообщают. Сами видели. Я еще ни одной книги переизданной не видел. Так переиздать и не переиздать. Мне из Америки сказали. Как они у вас вот издаются книги. У нас в Америке еще не издают так. Это горный алтарь. Горный алтарь. Высшее качество. Не зря видели трехтомник. Показывали в библиотеку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. У патриарха, у Медведева. Почти все архиереи имеют. Ну, понятно, что это. Это Бог. Я себе ничего здесь не приписываю. Но я все время помню. Мне бы вот так новый завет не издать, если бы не судников. Напонаил отец, который у меня лежал надо мной, я называю, в палате. Хоть как угодно называют. Там нары, шконки там. И он лежал здесь. Он сильно привязан был ко сну. А утром-то я рано встаю. Он помолился и сразу ложится. А мне дальше как? И он меня по неволе должен вот это загрузить с тебя, чтобы пока не лез, пока я сплю еще дополнительно. Четыре часа к нашему сну. И он меня научил верстать. С восьмого тома эта верстка только моя. Я не знал, как издать. Он посоветовал. Он меня научил. Он не просто научил. Я думал, что это будет тот том шестой, седьмой, восьмой. Он говорит, нет, издать отдельно. И вот с комментариями, видите, 752 страницы. Ровно три тома по 752 странице. Ну, где нет, я маленько добавил. Я попрошу помнить о нем. У нас с ним расхождение случилось на восьмом томе. На восьмом. Я там задел монашество, что житье отвечает. Его это я никогда не думал, так человек может. Он прямо из помощника, из друга, другом настоящим был-то, сделался лютым врагом. Это что? В рожденности, вот этот девятнадцатый том. Что, так кажется, писал, защищал там эти. Он учился в теологическом факультете, в университете. Это никакого значения не... Ну, он заступился за монашество. Вон там монах. Ярмонах. Я еще не знал, что, но я только внутром почувствовал. Это катастрофа. Что не знаю. Монашество тебя и накажет. И вдруг сообщает. Он уезжает, разбонашился и женился. Это нельзя сказать. Ну, сведения эти подтверждают место всех сторон. Сам я после этого нигде не видел. Но моя благодарность Богу за него остается. Прошу, помолитесь о нем. Тысячи людей нашли утешение в нашем издании. Идут заказы. Теперь я даю только на страну один экземпляр пока. Запросила Испания один экземпляр. Португалия один экземпляр. Кончается все. Мне не переиздать. У меня еще семь томов, которые уже сверстаны. Фотографии семь. Но не издать. Особенно мне хотелось бы мои стихотворения. Четыре тома по 800 страниц. Это вообще. Но не переиздать. А вот это кто пожелает. Ну, да, на это набрано-то у нас. Фотографии-то у нас. Ну, и смотреть и издавать один к одному. На это. Тот три тысячи добавочных был к истинному православию. Вот эти четыре и одна. Я книга просто говорю. Люди просят самые разные. Даже сектанты. Значит, сегодня, не забудьте, в четыре часа Сергея Павловича спросите, как? Зайдите. Чтобы нам есть и... Мы пока испытываем. Теперь я делюсь опытом. Это очень важно. Как разговаривать с мусульманами? Вы щурки? Пошли вы прочь, проклятые? Нет. У меня опыт сейчас, так я думаю, больше, чем у Даниила Сысоева. Я с первых же дней поставил три слова табу. Аллах, Магомед, Мухаммад и Коран. В разговоре нигде не употребляйте три слова. Эта триада стоила жизни. Он коснулся этого. Ну а дальше что? Это другой народ. Другой менталитет. Ну какой там менталитет? Минутку. На прошлой неделе. В Забайкальском округе. Шамсудинов. Равиль. Сейчас по Новому году служат-то. Отец у него был на свидании. А мальчишка такой, не знаю с кем сравнить. Ну если... Тараси я не вижу где. Если дать ему побольше росту, примерно такой. Такое лицо у него приятное. Такой смиреный. Ну даже никак. А там его начали клепать. Какие они старики-то могут быть-то? Теперь говорят, доложили Путину. Повторяю. Путину доложили, уже пошло туда. Я не знаю, Шойгу, как отвечает министр вооруженных сил. Над ним издеваются. Он терпит. Отец военный, я не знаю какой. Он говорит, я только что был у него. Вернулся и спросил. Общались через стекло. Ничего нельзя передать. Да это как тюрьма какая-то. Что такое? Ей ничего нет. Ему сказали, вот эти вот. Мы их опустили. То есть изнасиловали. Тебе сегодня же ночью это будет. Но Шамсудинов, Равиль. Мне кажется, это татарин. Где-то по фамилии все сходится где-то. Он идет. Они ложатся спать. Он не спит. Он берет автомат. И как они лежали, он начал чесать их. Сейчас говорят, да это такое, знаете, состояние, когда человек возбужден. Ничего подобного. Он к каждому подходил и контрольный выстрел сделал в голову. Восемь трупов. И неизвестно сколько раненых. Он говорит, я об одном жалею. Среди этих оказались, которые ко мне относились неплохо. Но я их не видел, что они лежат здесь. Расстрелял. В мирное время восемь трупов. Ему говорят, почему к офицерам не обращались. Так они первые здесь были. Ты его на офицера прострелил здесь. Знаешь, с кем знаешься. Притом это уже не единицы и случай. У нас в армии было это. Этот народ дружный. Нам позовидовать только надо. По-хорошему. Не чурки. Это мы чурки против них. Я говорю только о внешнем. Какая у них сплощенность. Далее. Как беседовать с ними? Слушай и внимай. Не отвлекайся никуда. Я делюсь ценнейшим, что есть. Это опыт. Общение с людьми не нашего круга. Сегодня исполнилось месяц и неделя, как мы вернулись из Потеряевки. За это время у меня в интернете минимум по 500 мегабайт. Больше 100 роликов уже. Больше 100. Из них примерно 90 мусульмане. И когда мы расходимся, они и благословляют, и еще только не говорят. Как? Определенную. У меня лежит Библия. Я вот так поднимаю. У вас такая книга есть? Патриаршая Библия издания. Так. Ну, мы другой религии. А у меня рядом Коран. Я поднимаю. Может быть это? О, наша. О, он показывает. Я говорю, а как вы считаете Библия? Ну, мы признаем ее. Это святая книга. Святая книга. Вот я с этой стороны хочу вам сказать. У нас Спаситель, не религия. Христос. Рожденная Дева Мария. И он взял грехи мира на себя. Евангелие от Иоанна 1.29. А он уже головой, гляжу, крутит. И он был распут на кресте и воскрес. А у них Иса, Иисус. Пророк. И зачатый от Духа Святого. Мужа, отца у него нет. И он вознесенный. И опять придет и победит Антихрист. У которого будет третий глаз во лбу. Это они так учат. Я этого ничего не касаюсь. Я говорю, я вашей книге не трогаю. По нашей я должен крепко держаться. Святая книга с ваших слов. Так у нас написано так. А у Бога, как они говорят, по их мнению Бога, нету сыновей. Я говорю, Евангелие от Иоанна 3.36 написано. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неуверующий не увидит. Но гнев Божий пребывает на нем. Он уже останавливается. Дальше. Деяние 4.12. Запишите. Всего пять мест примерно. Которые нужно дать им. Библия, которую вы уважаете, у нас написано. Я этого держусь. И нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Другого имени нету. Он пытается сказать. Подожди, договариваемся. Я в пять минут вкладываюсь. И вы в пять минут будете говорить. Дальше бывает с ними что-то невероятное. Или отключаются они сразу, а там исчезает кадр. Ничего нет, он уже, я с ним никогда не встречусь. Или я успеваю передать ему, где наши ресурсы находятся. Через скайп найти. Дальше. 1.29. Евангелие Таана. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И все четыре евангелисты говорят о его распятии. Теперь смотрите, как сатана хитро сделал. Я не касаюсь вашей книги. Еще раз вам повторяю. Я касаюсь своей книги. А то мы... Так, я вашу книгу не трогаю. Это вы сейчас начинаете топтать мою книгу. Он сразу останавливается. Написано. Четыре евангелисты говорят, что он был распят. А по их учению, то не был распят. Я говорю, знаешь почему? Потому что самое страшное, что для сатаны было, а Господь сказал, не даст другого знамения, кроме знамения Иона Пророка, который был в очеве Кита, и сын будет человеческий. Три дня об утробе земли в гробнице. Самое сильное. И поэтому, что они дали денег воинам, чтобы сказали, что вы украли. Украли. Евреи не говорили, что не распят. Да как, мы его сами распинали. Мы его предавали. Мы голосовали. Выбрали в арабу. Евреи не могут сказать, что его не было. Евреи по сегодняшний день говорят, какой он нехороший был, от кого он зачатый, от беглого римского предателя, от блудницы. То есть вот такое все нагороженное. Ну и понятно. А это... Он не умирал. То есть тот же самый дух, интервью с дьяволом, где... Он не умирал, он не умирал. Значит, а как он воскрес, когда не умирал? А говорит апостол Павел, самый нелюбимый персонаж для них, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, и мы еще во грехах. Это миллиарды людей. Сегодня христиан 2 миллиарда 200 миллионов. По-разному верят, но все верят, что Иисус распят был. Я говорю, и последнее у нас написано, послание Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Если бы мы, то есть апостолы, или ангел с неба, будет говорить не то, что мы проповедовали, да будет... Как прежде говорили, так и теперь говорю. Кто будет не то говорить, да, анапима. То есть херем, проклятие. Да как? Я читаю свою Библию, я еще говорю, вас не трогаю, верьте как хотите, но мы должны так сказать. Тем более вы на 600 лет позже нас пришли. И апостолы бы не умирали за то, чего нету. Но все апостолы, все до единого, все послания говорят о том, что он умер и воскрес. Мне нужно главную мысль провести. Еще повторяю, книгу вашу мы не трогаем. Никого я не поминаю. Я говорю о себе, о моем вероисповедании. Он сразу раз погас кадр, его больше нету. Или иной до конца доходит и... Благослови вас Бог, я так долго искал это, кто бы объяснил. А я ничего, собственно, не объясняю. И вдруг показывают в Москве, там где мечеть, и там сидят молодежь отдельно, русские, принявшие ислам. И с ними беседуют, а они ничего еще не знают. Вот я начал считать там Коран, и там я узнал то-то, то-то, и все. Ну, я посмотрел, и ссылку даю на свои материалы. Если будете беседовать, запомните, это самое главное. Не трогать. Ни под каким видом дома потренируйся. Ударят под рущику в левую. Подставь. И здесь он будет говорить. Он сразу же покажет, что он не верит этому. Да у нас же написано, Иса, это Иисус, и Марьям. Я говорю, у вас написано, что Мария, которая родила его, родная сестра Марьям, которая была Моисеева, между ними 600 лет. 1600, даже не 600, 1600 лет. Как она могла быть его сестрой-то? А как написано? Я говорю, тот, кто написал, а у нас книгу с неба просто дал. Аллах нам дал книгу. А вам кто? У нас святые божие человеки, будучи движимы Духом Святым. 40 авторов в течение 1600 лет от первого бытия писали. 1600 лет. До Давида 1000, до Моисея еще 600. И они движимы Духом Святым были. Поэтому мы верим и боимся нарушить что-либо. Это вы знаете так? А я им показываю, как я теперь. Раз у меня один том издан о Коране, я его весь по сурам аятам разбираю, сравниваю с Библией, я ему цитирую, где он не знает. А этого нету. Я говорю, сура аят. Вот она сразу назад исчезает. А теперь на меня уже нападки. Вы беседуете с такими, которые... Каким вы выше? А вы с нашими настоящими такими там имамами побеседуете где-то. Они не выходят на меня, нигде нет. И я им говорить буду то, что есть. Еще раз повторяю. Не касаюсь три... Это я вам произношу, чтобы понятно, о чем было. А он-то понимает. Я говорю, ваш, кто составил вот это, руководил, кто писал. Одни говорят, она не писана с неба США. Другие говорят, многие писали, только нужное оставили. Вот это и есть. Но кто? А он откуда это узнал? А ему там то другое. Я говорю, знаете, а вы как к нему относитесь? Он был очень любознательный. Это первое. Далее. Муж купчихи. Он много ездил. И где он встречался, там настоящих христиан не было. Да, раз триста были едики-ки. И он что услышал, то есть. А как узнать это? Очень просто. Скажите, у нас Соломон. У вас как называется? Сулейман. Похожие имена. Сулейман это Соломон. И дальше о его мудрости говорится. И какая мудрость? Всего нету. Четыре книги. Я ставлю вопрос. Почему в вашу книгу из четырех книг, которые о Соломоне, ни один стих не попал? Да потому что Библии-то ни у кого не было. Он на слух сослышал мудрый. А там дописали. А в чем мудрость выражается? Ну, когда ребенка разрубить-то велел. А у них так. Сариса Савская приехала. Ну, а вон-то бабник отпетый. И он такой. Понят. Или к вам? Ну, вот лишь когда не понравилось кому-то. Так, тихо. Ну, что бабниками, Понят. Вот ничего не говори. Не обращайте внимания. Да как ключи-то интересуются. Не надо. Так, видишь, что, сколько вышел сразу. Видите, как потянулись. Она не понимает этого. Ты помрешь. От Соломона четыре книги. Притча и Кристиас. Почти никому. Премудрость. От ищи книги. Соломонова. Так, а почему ни одного стиха нету здесь? Потому что он их не слышал. Дуэт это что такое? Давид. У нас Давид, у вас дуэт. Из Псалтыри. Хотя бы один стих. Почему не перенести туда? А не было, он не знает. А Соломон что сделал? Какую мудрость? Новая тетка пришла. Давид по ихнему. И что он делает? Он говорит, сделал такой, куда она заходит, когда на прием пошла. И он сделал такой мраморный, как будто там вода. И она когда зашла, ну аханили-то, наверное, без трусов, и она подол подняла, чтобы ноги не замочить. А там еще не было. Это вся мудрость заключалась в том, чтобы посмотреть, что под подолом. Ну, я говорю, это не серьезно даже совсем. Никак. Теперь, Ибрагим, это Авраам. Давайте. А Авраам еще знаете? Нет. Я подсчитал расхождение, сколько упоминается этих ошибок, если можно было бы исправить. Пять с половиной тысяч. Пять с половиной тысяч расхождений. Расхождение о том, как говорят и как написано в Библии, которые у нас упоминаются. Ну, ясно дело, что мы можем разговаривать. Будьте очень внимательны. Данные, которые я даю, это у меня... Я могу сказать, да что, да много считать. Я говорю, Библия больше вашей книги в 5,6 раза. Это мои данные. А она меньше нашего даже Нового Завета в 1,16. И чтобы и вашу книгу прочитать, достаточно по одному часу в день, и за 15 дней уже прочитаете ее. 15 дней. А нам 90, она даже большая разница. Значит, будете когда разговаривать с ней, будьте очень осторожны. Я делюсь опытом. Думаю, что ни у кого такого опыта нет. Как? Познакомиться. Как самое главное, успеть сказать о Христе. Мы постно проповедовать Евангелие всякой твари. Но не опровергать что-то. Это уже попутно. Павел нашел уже явно, что не о Христе лищий этот памятник. Богу неведомому? И что это за неведомым? Павел сразу упомянулся. Неведомым? Так вы Христа не знаете, я его и проповедую. Вот так надо делать. Даже из его арсенала, брошенное или при нем оружие, нужно повернуть. Давид как отсекал голову, этот сказать, когда он был молод. Вот с Голиапом боролся. Для нас Голиапом являются не люди, а дьявол. Мы боремся с дьяволом. Так и написано. Избави нас от лукавого. Люди, мы нигде не постно бороться с людьми. Этого нигде нет. Враг голоден. Накорми его. А если он еретик, ты еще не знаешь. Ты первый раз с ним встретился. Подожди. Меня за это судят. А вот вы с еретиками, не бросай жемчуга перед свиньями. А я не знаю, кто из нас свинья. Толкование говорится такое. Свинья – это православные мы. Абсолюты. Это неверующие. Там иудеи, коммунисты, фашисты, другие. Вот как. И пока я не разговаривал, первый раз я не виновен. Второй раз знаю, что он такой богопротивный. Я уже не буду с ним разговаривать. Отсылать буду к первому ролику. Это работа. Повторяю, это работа. Не просто я заскочил и сделал. Нет. Хотя бы раз в неделю зайди. Тебя ждут. Ты не говоришь, что меня бог не посылал. Ты можешь сказать, господи, прости, что закопал что-то. Завернутое в платок. Так, вот это немножко, с чем я хотел вас познакомить. И главное – уметь отстать. Вот есть такое выражение, там 140-й псалом. Господи, я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял я души моей, как дитя, отнятого от груди матери. Галина, позови-ка там сюда. И Енафу, позови, пожалуйста, Виктор Андреевич. Заметь, какое сравнение дается. Отнятый от груди. Ребенок лезет. Он хочет, но уж мать понимает, что он уже пищу ест. Зачем его грудью сосить? А он говорит, вот так мне хотелось бы узнать что-то. Это компьютерные игры. Все вот обходит так. Не смирял я души моей, как дитя, отнятого от груди матери. Нет. А чтобы это сделать, что у нас сделал? У нас в семье было 10, а рождено 12 матерью. Я узнал, а мать оказывается, я не знаю сейчас что. Или перцем соски мазала, или от хрена, которая что-то. Ребенок раз, другой раз, все, больше не надо. Так и к этому, посмотри, сколько людей погибло от плохого, где что делалось в интернете, там играли компьютерные игры. Смиряй свою душу. Пока Господь говорит, зубы нам оставляет. Ибо Он сокрушает зубы несчастивых. Так, по возрасту ты старшая. Я просто в прошлый раз говорил. Мое мнение такое, чтобы просила вас командовала делом. Смотрела за продуктами, будила вас, на молитву подсказывала. Не больше, как учились, так и есть. Тебя не было? Но я в прошлый раз сказал, я прошу принять это, как данность. Она умеет работать, больше вас считает, это безусловно. То, что я о ней знаю. Надеюсь, тоже будем работать, чтобы она не превышала свои полномочия. Чтобы зря не сидели, работали. Побегали маленько, давайте за отца помолимся. Давно бы уже по-другому было. А ведь нет этого. Ну, Валентия Олевтина Пантелеевна здесь у меня. Она знает. Человек, о котором я говорю. Ее даже сажали горбатенькая такая, в отделенных баптистах. А у нее сын непослушный. Он бегает по улице, где-то что-то делает. Ну, что там? Ну, маленький. Забегает домой. А она на молитве перед Богом кланится. Он тоже на молитве встанет. И вдруг сразу оба заболели, отошли. Господи, возьми над ним опеку. Я не могу с ним справиться. Это Кисляков, Спиридон, так же мама о нем молилась. А из него, смотри, какой получился благовестник среди бурятов. И потом на должности военного был священника. Один из всех, который покаялся слезно. Я вот сцелал людей и благословлял кадилов на смерть. Она не нужна была. Значит, вот это от груди. Я вчера глядел, тут девочка маленькая. Ее, Галина, не нашли, где она? Так, значит, что-то надо сделать. Она все время вот так палец... Она еще маленькая, тут была девочка. Я говорил, не давайте. Она соску давали, не послушали. Теперь соску убрали, а у нее уже навык шлепать. И она палец вот так все время засовывает. И вчера она опустится, девочка на пол-то. Пальцы-то на мусленные. Она по полу вот так елотит, тут же встает и опять в рот. Я уж не говорю, не гиена там что-то. Она твердая. Видно, что она не как лыковая там, без микробы живет. Она наоборот, может, еще крепче делается. Но это нехорошо. И поэтому ее пальчик может чем-то таким невредным помазать. Бывает, на стол готовят. Я не знаю, как назвать хреновина там или что-то с помидорами. А ребенок это поймет. Она не понимает, за руку поднимаешь, я ей мазнул. Она раз-другой сонет и глядишь, от выпла. Я просто подсказываю. Ну и почти все. Теперь говорили о болящих. У нас кто соборвался? Поднимите руки. Кто соборвался хотя бы один раз? Так. Слушайте внимательно дальше. Если кто болен, пусть призовет пресвятеров. Считает, что епископ заменяет нескольких. Призовет и помолится над ним. Если согрешил проститься и прочее. Слушайте внимательно. Не пойдет в храм, а призовет. Что это означает? Лежать ему. Что это означает? Валерий Сергеевич. Значит лежит. 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 Он не может пойти. Зачем же ему не худо? Несколько священников едут на дом. Сколько? Еще раз поднимите. Кто соборвался? Раз, два, три, четыре, пять. На такое маленькое общество шесть. Вот. Он бы разъезжал. А это длительное. Он машет там как оладушки блестят. Так. И второй помолится не с ним, а над ним. Вот я склонился над книгами. Надо означать подо мной. Тут открытым текстом. Больше ничего нет. В церкви все время приходят здоровые мужики. Там стоят курящие. Ему сказали. Ты пособоруйся. И отойдет эта немощь от тебя. Значит призвать и над тобой. Вот парализованный Сергей Козлов был. Вот так. Так что. И вот это причащаться чаще попутно. Этого никогда не было. И нигде в писании нет. Русь как приняла при князе Владимире. Первый епископ был Михаил. И введено было причащаться четыре раза в год. Посты. Посты. И какая-то неделя более усиленная. Гаветь называлась. Все. А что снимала там? Ничего ты нигде не теряешь. Это вера в то, что мне достаточно этого. А вот когда счастся. Тут они не приготовлены. Ни канона не считают. Ничего нет. И потому многие больны. И немало умирают. Может все кладбище. Тех, кто недостойно причащался. А кто не причащался долго. Ну больше даже года. Зато он говорит, иные в два года один раз. Мертвого ни одного нет. Значит к этому тоже отнестись надо так, как заповедуют нам святые отцы. И как в Священном Писании говорит. Все. У вас дома как? Не бунтуют они против тебя? Нет. Здесь главное, чтобы ничего не пропадало. У них же комиссия была. Пускай расскажут. Так. Расскажи подробнее. Прибыла комиссия. Там одна женщина из опеки. Это когда было? Пскажи, когда? Это было в среду. В среду, да. В среду. Когда? Утром? Не уговорили. В 4 часа дня приехали. Это была одна женщина из опеки. И двое из наших учителей школьных. Спаси Христос. Тетя Надя. Она нам помогла прибраться, приготовиться. И они осмотрели просто рабочие места наши. И где мы спим. И поговорили на тему нашего образования. И сказали, что будут следить. И если ситуация станет хуже или не исправится, то они будут дальше разбираться. А не исправится, что они вам сказали? У них были претензии насчет нашей успеваемости, нашего внешнего вида. Также до них доходили слухи об отце. Но папа сейчас вроде как осознал. Его я в последнее время не видела. Подожди, давай дальше. Успеваемость, успеваемость, потом внешний вид. Или лучше сначала внешний вид, потом расскажи. Сначала все же успеваем. Сначала про Нестора, потом про себя. В чем дело? Нестор, его донимают одноклассники. И учителя говорят, что Несторка и сам порой нарывается. И даже приводили доказательства, что он какие-то там что-то писал. Оскорблял одну девочку. Что писал? Не знаю, что-то оскорблял какую-то девочку, они говорили. То есть фактов никаких нету, просто голословные слова. Ну, по сути. И насчет меня, что у меня снизилась успеваемость, но у меня скоро экзамены в следующем году. Что насчет этого надо готовиться. Ну и сколько у тебя снизилось-то? Ну расскажите, сколько Нестора троек, двоек, колов, единиц, неудов? У меня... Выгоняли из школы. Нестора, у него пару троек возникло в этой четверти. Нет, у меня только одна. А, одна. И что теперь надо вызывать всем, что ли? Не знаю. У меня успеваемость... У меня выставляют оценки за полугодие сейчас, в десятом классе. Ну и что вы... Сейчас у тебя какая успеваемость? Успеваемость. Вроде хорошая. Подожди, где ты... Они пришли к тебе, что ты не успеваешь. Что ты не успеваешь-то? Где у тебя двойка? По какому предмету? Неуспеваемость это двойка. Когда тебя оставляют после... Там дают тебе учителей и так далее. Вот что такое неуспеваемость. Они сказали, что высказали претензию на тему того, что Фрося все эти годы, 9 лет получается, была отличницей и резко скатилась на хорошистку, на двойку, ну хорошистку. Они сказали, что это нехорошо. Так же, как они мне сказали, что... Ну, создаются ощущения того, что дети... У них нет того, кто за ними следит взрослого. Теперь пансионат вас отдать, там будут за вами следить. Я пыталась вам объяснить, что в стиле того, что... Но в стиле паденной особенности он не может полностью контролировать ребят на тему домашнего задания. Как они выполняют? Ну что, смените отца? Ну что он контролирует? Тем более, ребята достаточно взрослые и ответственные на эту тему. Они делают домашнее задание, они стараются, учатся. Узбиваемость падает, она не всегда ровная стоит, она как в графике говорит. А что ты нам-то доказываешь, ты им докажи это? Вот я это им объяснила, сказали то, что... Измучая то, что Прося заокнулась в себе, хотя она всегда немножко замкнутая была в этом плане, с наклассниками не общается почти. И то, что у Нестора проблема отношилась с наклассниками. На эту тему они сказали, что ребятам надо сходить к психологам. Там всей школе надо сходить к психологам, вместе с директором. И все это районосом, кто у них. Все претензии были. Они посмотрели, это было минут 30, немножко поговорили с папой на эту тему, объяснили ему все, что происходит, что я ему перевела это все и ушли. Наметили следующий приход? Нет, они сказали, что если будут прецеденты на тему отца, вы понимаете на эту тему, что у ребят еще ниже попадет успеваемость, или будут какие-то такие вот в этом стиле проблемы, то ОПЕК обследует. Не заберет. Нет, просто придет посмотреть. Посмотрим. Раз, два и все. Ваня. Я тоже хотел сказать, Станислав Юрьевич, получается, Нестору звонил. У него, получается, в течение вот этой недели к Нестору подходил зауч с учителем его и спрашивали у него насчет того, в какую он музыкальную школу ходит. А мы ходим в штабскую музыкальную школу. На штаб. Организоваться, но потом ему позвонил. Лентяй, короче, что ты начинаешь на передумывать? Самого-то на вас, да? Женщины с низкой социальной ответственностью придумаешь, на которую? Игорь, дайте рассказать. Ну что вы перебиваете? Да что, денивый. Ему позвонил учитель Папаяну и все-таки уговорил его ходить туда. И они к нему подошли, начали спрашивать, какая у него там успеваемость, какие у него там оценки. Нестору объясняет. Оценок там не ставят. Там просто пишут домашние задания и занимаются, тренируются. То есть дома поиграет, потом все, что он успел выучить дома, он приходит, показывает учителю, и они с учителем дальше продолжают изучать. Они несколько сказали то, что ну ладно, ты у нас хорошо учишься, то есть у тебя с оценками все нормально. Самое главное, говорят, низкая упала успеваемость, и тут же говорят, хорошие оценки, у тебя хорошо учишься и что-то. Начали ему масло в уши заливать, елеем в уши заливать. Это чувствуется просто. Да, и самое главное, когда было дело, Нестор мне рассказывает, то что у него одноклассники, получается, был один мальчик, он с ним общался, учился, на отлично, приехал Иван Соколов, все, скатился на двойки. Самое главное, родители, это, учитель, не замечая тот, ученик, учится два-два-два-два-два, идет, нет, с отцопейку они к нему не зовут. Нестор чуть-чуть спустился на одну тройку, все, здравствуйте, приехали. То есть, получается, вот эта банда, ребят собрались, то есть они там трое, называть имена не буду, такая маленькая деревня. Получается, собрались и подкалывают Нестора. То есть сидят на уроке, один из них сидит перед ним, другие где-то по классу рассеяны. И он поворачивается к Нестору, начинает что-то у него говорить, его отвлекать от работы, что-нибудь они сделают, начнут кидаться, а потом это Нестор, это Нестор. Отбирают, и забирают, и говорят. Чтобы на него внимание обратилось. Самое главное, когда они что-то сделают, вот учитель не замечает, как только сказали, это Нестор, Нестор. Плохо, Нестор, нельзя так. Со мной то же самое было в школе, один к одному. Меня выгоняли постоянно с уроков. Отберут там резинку или что, я начинаю, резинку отдай. О, Дегунов, все, ты вот самый у нас хулиганистый и так далее. Я понять не могу ничего. Я там начинаю высказываться, я-то не сидел и молча, я начинал говорить. А еще они, получается, пытался дозвониться до ЗАУЧа, но походу сказали ЗАУЧу то, что Станислав Юрьевич это такой жесткий человек, он вас быстро раскатает, и все. ЗАУЧ только видит, как, ну, звонит Станислав Юрьевич ей, сразу все. Не отвечает на звонки. Сбрасывает, не отвечает на звонки. В общем, Станислав Юрьевичу, не знаю, я так не запомнил, откуда кто-то сказал ему, Станислав Юрьевичу, то, что, вот эта проверка соц.опеки, они спросили, то, что, где это официально обозначить, то, что приходили соц.опеки, он говорит, а это был пробный. То есть, это был неофициальный. Неофициально. Неофициально они зашли. То есть, здравствуйте, сказали, то, что будут приходить, и тут неофициально. Зачем тогда они вообще приходили, просто потоптаться, посмотреть. Я хочу обратить внимание, русский язык не по ходу, а похоже. Не следует этой вот, общераспространенной. Русский язык, вот просто поганится, разными такими нововведениями. Похоже и по ходу. Разные смыслы, разные слова. Я спросить хотел, вы объяснительные, где написали? Ну, сказали, кто нападает, и что там, почему плохая успеваемость, и надо было ответить. Было, нет? Не было. На четверых, когда-то, за последние хотя бы полтора года. Вы сами-то ошибки какие пишете. У меня неплохая успеваемость, а Бог вас упустил, у меня неплохая упеваемость. Упеваемость. А они с вас и спрашивают. Кто жил? Сегодня в 4 часа приглашаю всех к себе домой, кто желает поучаствовать в чат-рулетке, у кого нет возможности, но есть желание. И с Надеждой Васильевной сейчас поговорил, она тоже не против принять у себя дело, да, дело это благое, и раскачивайтесь, христиане, вы, или нет, задайте себе этот вопрос. Если вы христиане, вы должны нести благую вещь, это необходимая обязанность ваша. И горе мне, если не благовествую. Так апостол Павел говорит. Ну а что касается вот благодарения брата, вот мы с ним беседовали насчет коммунизма и власти сегодняшней. я не говорю, что коммунизм это хорошо, это конечно зло, но они поменяли тактику, и вот на мой взгляд, вот это тайна беззакония. То есть раньше они говорили, Бога нет, кто не верит, да будет убит. Сейчас они говорят, Бог есть, но он разрешает грешить. Вот где сатанизм, по Достоевскому. и это, на мой взгляд, это гораздо опаснее. Проповедание Бога, который разрешает грешить и разрешение при этой власти пропаганды, именно разврата греха, они пленяют умы. Господь говорит, бойтесь не того, кто убивает тело, вот коммунисты убивали тело. Но бойтесь того, в двух местах, того с большой буквы и того, кто с маленькой, кто душу может убить. А душу может убить именно или еретик какой-то мозги свернет на бекрень, то есть люди будут верить, они же поверили в кому-нибудь, в идею, которая основана на зависти. На зависти. Равенство это зависть. Завистью грех вошел в мир. И они играют на это зависть. И сегодня тоже самое. жена равна мужу. Это тоже самая зависть. Ева позавидовала мужу. Такое толкование еще. Почему он ему тут предложил? Как это он сейчас мы будем как боги, а я? Прости Христос. О этой теме о коммунизме хотел сказать немножко. Потому что мне это очень близко известно. У меня фотографии есть газеты. Газета российская газета. Учредитель правительства Российской Федерации. Это газета номер один. И там Путин разговаривает с Натальей Дмитриевной вдовой Солженицыным о том, что архипелаг ГУЛАГ все, конечно, не потянут. Ну, хотя в первую часть они договариваются как. То есть официально за что меня судили. Самое главное было. И сейчас вышел фильм один Говорухина очень известный. Называется так Что мы потеряли? Какую Россию мы потеряли? Весь документальный как были люди. И все время цифра повторяется. Официально все уже профессор Кораблин доказывает 66 миллионов сажал в мей. 66 А вообще-то 110 миллионов когда взять по всем. Это коммунисты. И вот показывает Путин там архимандриты какие-то может епископ был Бутово отовсюду священников и расстреливали. И он только ходит смотрит списки он сам из КГБ полковник КГБ это его организация все это делала но теперь-то он не такой это не 37-й год но он только одно повторял как же как же так даже чудовищно к другому подходит а там снова список тысячи чудовищно это что же это такое это он принадлежащий к этой системе у которого много забот и он сердцем проник в это дело и видит я немножко коснулся артипелага прошел по этим трубам и скажу что стране это нещем и для меня есть сравнение я любому докажу что коммунизм опаснее фашизма может в сто раз там ни одного дворянина ни одного офицера который в старой армии служил всех подобрали из разрухи подняли страшность невиданной разрухи страна поднялась в течение трех лет здесь в 13 году Россия имела по всем отраслям по там и машины и все издавала недосягаемая в 36 она бы достигла выхватка показывать которого больше никогда никто бы не достиг это все было разрушено на их совести нет числа что есть и говорить о том что вроде сегодня так же нет конечно мы дорогой ехали ну и как-то тема возникла скажи ты хочешь вернуться к старому Николаевич Курчина нет почему дальше он говорит ну Виктор Савченко отвечает а мы трое я говорю я никак почему я бы не вышел оттуда у меня статья бессрочная была там на месте я с кем-то разговаривал ты предупрежден а начальник мне дал понять вот смотрите наркоман здесь он наркотиками не занимается вот этот грабил не грабит а вы лапки делайте то же что на свободе здесь за что вас судили я ничего не могу ответить я бы там был в лагере не было вот этих книг не было поездки не было по радио выступал ввел занятия в университетах школах милиции не было я не знаю что сказать лагеря не было ничего бы не было это то коммунизм и говорят тут такой-то Горбачев вот там развалили я против развала Советского Союза против потому что ездили границ не было с Украиной мы были одно я против этого и Горбачев сказал я против а мне он не нужен об этом-то но сделано великое дело империя зла рухнула как ее Рейген называл империя зла по-другому везде ложь везде обман но представьте нужно завоевать был этот перекоп договариваться с махновцами помогите нам сшибить белых туда и они пошли утвердили все делим пополам как только вышибли всех а их сколько погибло там всех их офицеров собрали вместе гулять и тут же прямо здесь же на перу всех порастреляли более подлых людей не было нигде это демоны вырвались на свободу я повторяю факты которые были это когда вначале друг друга уничтожали в 37-м году где должен быть генерал-полковник там остался капитан почему такой прогресс генерал-полковник что был руководить павла-то расстрелили вообще ни за что генерал-то но если вот Виктор сказать Владимир Игорь Владимирович сказал об этом что первые же месяцы 4 не 4 7,5 миллиона за мировую историю никто этого не знает и не слышал но благодаря этим просторам людей подряд все подгребли и цифру-то меняли было сначала 6 погибло миллионов 10 20 сейчас 28 30 остановились погибло а всего сколько газета комсомольская правда на развороте если бы большевики не победили в 17-м году нас бы было 650 миллионов а даже 150 нету больше полмиллиарда сожрали и бегут и бегут люди мозги-то все и в Америку и везде я только знаю куда идут самая промасоненная страна самая для России которая все буквально подбирала громила Сербию и Ливан и у него езжают самое страшное что эти же русские люди близкие мне ну не по родне и они еще даже гражданство не получили но уже лижут все места а тут у Путина плохо а там хорошо а то другое а еще кока-колу трубочки сосут и притом не как-то батюшки звонят а я рядом сижу все растворилось как вот в уксусном где кислота где-то в щену бросили их туда и внутренне я для себя я не прав но скажу что для меня которые бросили и которые там хулят для меня они просто предатели а мы молимся о Дональде мы молились о Барате мы их всех помним и на руках несем они знать не будут вот будьте внимательны правители нуждаются в нашей молитве к чему апостол Павел написал молитесь за старей за начальствующих потому что вот когда Нордос захватили и интервью Путин дает и говорит когда сказали что как ну у нас уже отработано все но что там будут дети наши люди никогда не думали я впервые я впервые встал не скрываясь перед иконами дома на колени и стал молиться Господи помоги что же нам делают они взрываются сейчас взорвут там тысячи людей как вот как и говорит что ну нет это ну просто необдуманные слова я не думаю что человек так может думать и сравнивать с этим чудищем а Горбачев хотел показать человеческое лицо социализма ну и показал там такая демоническая сила показала клыки что он отшатнулся вот так спасибо Иисус ну что еще кого есть дома Евгений не хотел что-то вот Евгений а я хотел спросить на уши спросить правильно сделали то есть на прошлой неделе ну вот после служения заехал в храм в Акровский собор не оставались библии ну вот видишь из Нового Завета раздавали с братьями они у меня оставались ну я взял там из коробки не знаю сколько штук и оставались у меня журналы душа это мне батюшка там где-то давал в храме я просто мимо еду думаю так ну что-то они у меня лежат в машине думаю сейчас я остановлюсь около покрова и раздам то есть раздавал одну душу там и две от Яана евангель от Яана да то есть около ворот я здесь стал рядом с нищими с нищими общаясь за оградой промежутки вот здесь вот в этом где вот как заходишь вот в этом промежутке во дворе значит уже а ты нищие вот так говоришь или прям нищие ты прям нищими считаешь там двое стояли прям это актеры натуральные ну ладно с актерами рядом говорите нет я с ними рядом стал то в том случае что я с ними начал разговаривать стоите подаяния просите о Христе то что-то говорите вообще говорите что-нибудь о Евангелии да просто вы нищие вопрос соцобеспечения везде пока я с ними разговаривал вот люди идут я говорю вы включеные в храм идете верующие раздаю журнал и две евангелии кто-то берет кто-то нет кто-то берет кто-то нет разговариваю с нищими они они обязаны об этом говорить я говорю ну вы же просите подаяния Господь вам дает приводит людей кто сыпет мелочь вы же говорите слово то Божие читаете вообще Евангелие нет я им раздал подходит ко мне охранник он говорит кто я говорю верующий он говорит какой верующий православный у меня крест есть я говорю крещённый православный верующий сейчас говорю пока что вот здесь стою и раздаю писание ну и показываю журнал же говорю ваш он посмотрел да наш ну и все это шел я дальше у меня осталось может быть около пяти экземпляров и два журнала то есть я их раздал визитки все раздаю все показываю отдаю люди берут выбегает я ее знаю женщина которая торгует свечами в лавке сидит и прямо оттуда сверху она мне орет мужчина ну-ка покиньте наше мета заведение а то мы сейчас милицию вызовем я журнал показываю ваш же журнал раздаю выйдите отсюда как она я думаю ладно все хорошо я вас понял последний человек заходит я ему отдаю я просто у меня так мелькнуло в голове думаю следующий уже наверное выбежит батюшка или попа да обязательно я вышел перекрестился совсем в машину попа очень сильно выкурить надо там надо правильно я сделал я хотел просто спросить что я раздавал там правильно что проповедуешь правильно что говоришь правильно что раздаешь но неправильно что ты делаешь на территории их надо это делать вне территории у них каноническая территория нужно нюхать все столбы ну как собаки бегают после своих как обнюхал о тут поп был значит это их территория а он не в ограде был ты в ограде работал я стоял не надо было чуть отступить вон что неправильно сделал я не понял тебя я вижу перед днищем просто до этого туда проповедь должна быть разумно все по разуму все дело будет следующим когда ты отойдешь немножко то ты увидишь что люди расходятся в разные стороны и ты начнешь смотреть где раздавать где больше людей которые выходят с Покровского собора я тебе могу сразу сказать больше всего людей идут по переулку к трамваю там больше всего вот там мы начинаем раздавать но и там тоже люди идут поэтому мы делимся одни туда там стоит где магазин а другой тут стоит вот где это и потом следующий этап поп тебя не видит служащий служащий тебя не видит никто не выскакивает но потом начинается мнение самих мирян которые выходят дойдется одна бабушка которая крикнет вы кому даете это же лапкинец сектанты и все и закончится раздача и там тоже еще одно замечание по одному не ходить по двое всегда я просто ехал раздам имей ввиду всегда возьми кого-то еще 12 апостолов и 70 все по двое послал господь небольшое пояснение для тебя брат мы когда рядом с православным храмом всегда раздаем только красный евангелий в основном красный чтобы не подавать соблазн душу это нормально душа это нормально вот эти маленькие маленькие евангелия конечно не стоила она была именно красной если ты прям рядом стоишь а если ты с рамвальной основатки отойдешь там ты можешь ее раздавать завершаем достойно есть такова истину блажить и тебя богородицу пресноблаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувин и славнейшую без сравнения серафим безыстрения бога слова родшую сущую богородицу тебя величаем господи защити родину нашу от нашественных племенников от внутренних распри от беззакония которое втайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественную любовь тебя коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покавятся в небрежении своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе господи праведны суды твои над Россией за то что оставили тебя и слово твое излеченное в святой Библии прости нас господи владыка жизни что сокрыли имя твое бога иегова дух святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия аула аула отче господи научи нас кратно в день прославлять тебя за суды правды твоей тебе хвала слава чести поклонения пресвятая троица отец сын и святой дух аминь господи боже прими нашу молитву возьяния рук как жертву вечернюю благоухание приятно перед твоей благодатью господи перед твоим престолом сойди нашу молитву с молитвами всех святых молящихся тебе на небе и на земле господи боже наш прими и исполни милости твоей ради молитвы всех молящихся о нас во благо нам любящий наш отец небесный ради голговской страданий сына твоего единородного иисуса христа и пролитой им крови прими нашу молитву и исполни ее о всех заповедавших нам молиться о них спаси их господи и помилуй аллилуйя аллилуйя говори господи владыка слушай и дослышит раб твой аминь вы знаете кто вот эту всеохватную молитву составил я не знаю была она здесь нет надежи ивановна польгуева она написала дала мне два куплета последних я написал это она составила они чтобы всегда молились скажите пожалуйста кто здесь книжку брал такая бежевого цвета и обложка залита ну такая это залита там кто взял вот здесь вот она лежала вот здесь вот на выходе евангелия красные кому надо открыть сперва не возьмите что совсем что ли вы сюда приносят